Здравствуйте, мы в прямом эфире, это студия Репортер. Сегодня мы говорим о ноу-хау, которое предложила вчера гражданам Украины Верховная Рада. Речь идет о судебной реформе в целом, точнее вторая часть, которая вступит в силу вот-вот. Вчера она была проголосована 234 голосами народных депутатов. Это чуть больше, чем необходимо. В общем, суды будут работать теперь по-новому. И как вы считаете, судебная реформа вернет ли доверие к судам? Это тема нашего интерактивного опроса. Голосуйте, звоните по указанным номерам телефона. В конце программы обязательно подведем итог. Итак, Владимир Куценко, глава терроруправления судебной администрации Украины. Здравствуйте, Владимир. Владимир Петренко, судья Киевского райсуда Одессы. Добрый день. И Алексей Свида, кандидат юридических наук, эксперт. Здравствуйте. Давайте в целом поймем, как воспринимает эту реформу в целом судейский корпус и экспертная среда. Давайте к судиям вначале. К судиям. Вы знаете, очень неоднозначная оценка. Я вам приведу один факт. Половина судей просто уволилась. Буквально за последние года полтора-два в Украине есть суды, где вообще судей не осталось. А там, где остались, их в лучшем случае работает половина. Это как воспринимают судьи. Я бы сказал, что так все... Почему? Почему? Короткий ответ. Вы сказали, что так все однозначно плохо. Есть, в общем-то, и положительные моменты в этой реформе. Мы их понимаем, но просто... Ну вот в случае со вчерашним принятием законов, я вот вам пример приведу. К этому проекту закона было порядка пяти тысяч правок, из которых полторы тысячи правок были согласованы комитетом, профильным комитетом, который готовил этот законопроект принять. Все видели прекрасно, как эти правки голосовались. То есть регистрировалось 300 депутатов. Из них фактически в зале, в лучшем случае, находилось 30 человек. Естественно, ни одна правка не была проголосована. В конечном итоге, Князевич, это глава комитета по правосудию, с голоса зачитал, успел 60-70 правок самых основных. Вот их проголосовали. Я очень сомневаюсь, что все НРД даже видели. И знают вообще, о чем идет речь, когда назвали. Да, остальное приняли. То есть до сих пор, вот сегодня все очень активно обсуждали, покажите текст, что принято. То есть мы обсуждали проект закона в рамках деятельности Ассоциации следственных судей. У нас было 6 или 7 круглых столов. Это формат судьи, адвокаты, ученые. Мы полностью, ну на примере гражданского процесса, значит 60 базовых таких вот предложений по улучшению мы разработали, направили куда только могли. Это в комитет по правосудию, в администрацию президента, в раду испытания этой судовой реформы. И надо сказать, что в общем-то частично, даже в большей части, наши правки действительно были учтены комитетом. То есть они были внесены и предложены, и комитет их согласовал. Но депутаты их не проголосовали. То есть мы пока даже не знаем, в конечном итоге, что там принято. Вот очень долгие годы, если я не ошибаюсь, лет 10 только на моей памяти говорили о том, что необходимо реформировать судебную систему Украины. Что много нареканий со стороны граждан, со стороны, ну вообще, различных властных структур. Много нареканий на работу судебной системы, что необходимо реформировать. Вот, реформировали. Так ли хотели? Так ли реформировали, как вы хотели? Как вы ожидали? Как вы планировали? Как вы надеялись? Дело в том, что, я хочу сказать для граждан, реформа судебной системы началась с 90-х годов и не прекращается по сегодняшний день. На самом деле были законы, реформирующие судебную систему и в 2000-х годах. Был и новый закон, и много изменений. Был в 2010 году кардинально изменен закон, это тоже своеобразная реформа. И вот сейчас мы, даже с 2014 года, было несколько серьезных изменений. И опять мы получаем новый закон. Что касается процессуальных изменений, таких глобальных не было. Это действительно такие одни из первых за долгие годы процессуальные изменения, которые заложены в процессуальные кодексы. И как все новое и такое достаточно кардинальное по некоторым категориям, да, то это, конечно, пугает и судей, потому что все новое, оно всегда настораживает, да, потому что все привыкли работать по-старому. Но вы правильно подметили, что в обществе был запрос на реформу, на изменение судебной системы и власть удовлетворяет данный запрос. Как оно будет работать на практике, мы посмотрим. Пока мы находимся в стадии реформирования, да, и, конечно же, очень важны законы. И все-таки нам надо понять, что важнее, законы или люди. Ведь мы можем написать самые лучшие законы, но если их будут как-то не так трактовать, да, люди, человеческий фактор, то эти законы не помогут обществу. Если же в суде наберем новых людей, да, там, с определенным набором качеств, да, то я уверен, что они могут работать и с достаточно старыми законами. Но в данном случае мы видим, что меняется мир, все имеет свое такое логические изменения, и, соответственно, ну, меняется жизнь, да, меняются люди, меняется мир, который нас окружает, соответственно, и меняются и юристы, и юридические каноны. Поэтому мы усматриваем в этих изменениях какие-то передовые изменения, возможно, которых мы даже еще не понимаем их последствия. Но по сегодняшней ситуации, вот коллега сказал, действительно, мы находимся в очень тяжелом положении и суды, и общество, потому что реформа идет по пути изменения законодательства и в то же время изменения и людей, человеческого фактора, то есть изменения судейского состава. И это все совпало, и вот это как раз вот самый такой сложный путь. О новых людях в судах мы еще обязательно поговорим. Вот, коли же мы говорим, Алексей, о запросе общества и о том, как власть этот запрос удовлетворяет, как вы считаете, этот закон сможет удовлетворить запрос общества в необходимости реформирования судебной системы? Почувствуют ли изменения люди? Мы с вами. Во многом есть все задатки для того, чтобы общество почувствовало. Можно было посмотреть, как формировался Верховный суд на сегодня. Это беспрецедентно. Очень открытый был конкурс по, я имею в виду, с точки зрения обычного гражданина. Вы имеете в виду вот этот вот конкурс, который сейчас приступит к работе? Есть и 120 человек, которые должны быть назначены сейчас, и которые придут в обновленный Верховный суд, или в новый Верховный суд, тут не в словах дела. Есть все условия для того, чтобы они доказали во многих этапах свой профессионализм. Считаю, что люди прошли сумасшедшие этапы, очень сложные этапы. Поэтому, безусловно, так уж получилось, что и эти люди, которые показали свой высокий уровень подготовки на сегодняшний день, должны будут в кратчайшие сроки учиться. Потому что процессуальное законодательство обновилось, содержит множественные детали, которые, если их не изучить, они приведут к нарушению права человека. Многие в новом составе Верховного суда, многие фамилии, люди, которые никогда не работали в судах, они работали адвокатами, они работали правозащитниками, но они не были судьями. В этом и сложность. Сложность еще в другом. Сейчас, по разным данным, от 70 до 100 тысяч касационных жалоб находятся в высших специализированных судах. Сейчас высшие специализированные суды, согласно судебной реформе, принятой на экономии, ликвидируются. Вместо них будет единый Верховный суд. 120 человек. 100 тысяч касационных жалоб. 120 человек. Не будет ли слишком много на каждого новоизбранного Верховного суда этих вот таких жалоб? И не придет ли это к колоссальным задержкам, в результате которых, опять же, по новым изменениям ограничения сроков расследования, не приведет ли это к тому, что многие дела просто зависнут и не будут рассматриваться вовсе? Они будут рассматриваться, но это будет очень долго. На сегодняшний день более 100 тысяч касационных жалоб находятся в трех судах, которые будут ликвидированы. Это высшие хозяйственные, высшие административные и высший спецсуд по гражданским уголовным делам. В момент создания Верховного суда все это количество дел уйдет в новый Верховный суд. На 111 судей, из которых, как вы правильно сказали, многие, ну не многие, там их все-таки меньше половины. Несколько человек. Да, ну не несколько, их там, ну, наверное, по проценту. Ну, от Одессы у нас там три человека, по-моему, из которых один судья и два ученых. Да, Краснов, Ансупова и Золотников, и по погребному сейчас пока открытый вопрос, он отложен. Представьте себе, ну, то есть я с большим уважением, я лично многих знаю, и как к ученым, и Краснову, и Консупову с большим уважением отношусь, но все-таки с судьями они не работали. А здесь сразу ты становишься судьей высшей судебной инстанцией страны. Это колоссальный уровень ответственности, дай бог, конечно, чтобы они справились. Но представьте себе, каждый из них получит одномоментно по тысяче дел. По тысяче дел. Первое, что они увидят на новой должности, это тысяча дел. Это тысяча дел. Дело-то это может быть и больше, дело может быть там и 20, и 30 томов. Если мы говорим об уголовных делах, то там и по 100 томов, и по 200, и по 500 томов. Бывает, как с этим разобраться, как это грамотно рассмотреть. И, кстати, у меня нет таких розовых очков и сильно больших ожиданий от нового Верховного суда. Дело в том, что получить допуск к производству Верховного суда по новым кодексам будет значительно тяжелее. Это сейчас там по разным оценкам от 30 до 50 процентов жалоб в кассационном порядке истребовались. И высшие суда их пересматривали. Все-таки на сегодняшний день у нас было 300 судей высших судей. То есть по 100 судей, это 100 судей высшей хозяйственной, 100 судей ВОСУ, 100 судей высший спецсуд. А теперь с 300 ушли на 111. Ну, как бы там численность состава будет 200 человек в Верховном суде, но все равно там будет очень ограниченный... То есть там малозначительные дела вообще в Верховном суде истребовать в принципе не будет. Они на уровне апелляционных судов будут оставаться в кавалке. Да, уже обжаловаться не будет, чтобы не перегружать. Посмотрим, как справиться. Дай Бог им удачи, конечно, потому что ответственность колоссальная на них лежит. И общество, то есть практически год шел этот конкурс. И до сих пор он еще не завершен. Ну, несмотря на то, что конкурс проходил, вот вы отметили, что он проходил весьма открыто, впервые в истории, пожалуй, Украины. Тем не менее, многие эксперты сетуют на то, что президент усиливает влияние на суды, в частности на Верховный суд. Тут теперь, в чем суть, что одно дело выиграть по конкурсу, другое дело, что твою кандидатуру лично подпишет президент, он может с ней согласиться. То есть в этом ли усиление влияния гаранта на состав Верховного суда Украины? Нет, вы знаете, у президента здесь функция, в общем-то, чисто церемониальная. Дело в том, что президент по закону не может не подписать и не может вернуть кандидатуру. То есть президенты оставили церемониальную функцию. Как бы другой вопрос и, в общем-то, риск и опасность мы усматриваем в том, что представители и Евросоюза, и непосредственно посол США негативно отозвались о многих кандидатурах. И сказали, что с их точки зрения, многие из тех кандидатур, которые были рекомендованы ВСП, они считают, что они недостойны занимать местность судей Верховного суда. Несмотря на эти пожелания, президент все равно потом. А у президента уже другого, как бы, он не может отказаться, просто с учетом вроде такой прозрачности конкурса, и настолько это было все распиарено, так проводилось. При этом, как бы, два ключевых, скажем так, партнера нашей страны, это Евросоюз и США, негативно отзываются о кандидатах. Это вот, как бы, очень такой, ну, нехороший звоночек, скажем так. Давайте опустимся на обывательский уровень. Я думаю, многих телезрителей интересует, в первую очередь, смогут ли они отстаивать свои права в судах, и что будет, если все-таки суд на них обратит внимание. Вот второй пункт, который я бы хотел осмотреть, это арест счетов за долги по коммуналке. Я так понимаю, что теперь эти ноу-хау в законодательстве позволяют суд арестовывать счета граждан, которые задолжали по оплате за жилищно-коммунальное хозяйство. Так ли это? Не так. Не так, объясните, кто из вас был? Я могу объяснить. Да, вы посмотрите. Это было в проекте кодексов, называлось «Автоматический арест счетов». То есть суды должны были теоретически получить доступ к банковской системе, и в момент поступления, допустим, искового взыскания, либо там выдачи приказа, суд мог сам наложить арест и арестовать все счета. Значит, это было в числе тех поправок, которые внесли, и это не прошло. Это хорошо или плохо? Ну, хорошо, безусловно. Для граждан хорошо. Не внесли поправки, и все-таки Верховная Радость опустилась на уровень обывателей и не проголосовала за заведомое неправление. С голоса председатель комитета по правосудию Князевич, то есть там был какой-то компромисс, и вроде как решили, это текста полного еще никто не видел. Да, но давайте сначала прочитаем, что в конечном итоге там будет. Есть еще какая-то технико-юридические правки, а в рамках технико-юридических правок нужно дописать все что угодно. Поэтому полного текста пока нет, но из того, что прозвучало и те, кто смотрели прямой эфир заседания Рады, то вроде как автоматический арест счетов он не прошел. Но я хочу сказать, что суды и раньше могли арестовывать счета и прекрасно их арестовывали. А не противоречившие намборской тайне? Нет, нет, доступа судов к этому есть. Просто другой вопрос в том, что это больше времени занимало. То есть суды и так счета арестовывали, это было всегда. То есть судья может это сделать. Просто автоматический арест, это происходит мгновенно. То есть подали заявление, судья сам арестовал. А так мы поставляем определение, шлем в исполнительную службу, шлем в банки. Проходит неделя-две, за это время все деньги со счетов можно снять и смысл в этом теряется. Вот еще одна норма, которая интересная, любопытная, она в корне меняет привычные для нас устои. Это оповещение о вызове в суд по интернету. То есть повестки будут размещаться, публиковаться в интернете. Да, давайте поясните. Я могу добавить, что у нас расширяется система так называемого электронного судопроизводства. То есть можно подать исковое заявление, можно подать апелляцию, касацию, разного рода ходатайства в суд. Теперь можно будет подать все в электронной форме. Можно будет подписать собственной электронной подписью эти документы. Они будут иметь такую же силу, как и бумажный вариант. То есть не обязательно в канцелярию оставить очередь, поставить печаль. Процедурно, да. Вот что упрощается для людей? Упрощается. О том, что усложняется, мы поговорим по почте. Упрощается это экономия времени для людей, возможность принимать участие в онлайн-режиме. Да, и потому что вводится такое понятие, как информационно-телекоммуникационная система создается в судебной системе, которая позволяет как раз реализовывать все возможности электронного судопроизводства. Это удобство, первое. Ну, это то, что я и уже говорил, что большая часть, вот, продвинутые населения, они в онлайн-режиме, все в айфонах, компьютерах. То есть это достаточно для юристов, это очень удобно, да, там, для адвокатов. Но это не избавляет граждан, да, подать и в письменной форме. Просто законодатель предусматривает уже судом отцифрование этих документов и создание электронного дела, потому что кодексы все-таки предусматривают создание электронного дела, электронного дела производства. То есть вы можете подать и на бумаге, отправить по посте, никто это не запрещает, это все остается. Добавляется только новая, новые возможности отправить с компьютера, отправить с айфона, получить на компьютер, на айфон. То есть это, вот, такой электронный обмен. Он, естественно, ускоряет процессы, удешевляет процессы и делает процессы более прозрачными и удобными. Что касается повесток по интернету. Потому что очень любопытно было всегда, да, знаете, не вручил повестку в руки, значит, я не осведомлен о том, что будет заседание. Это касается только тех граждан, у которых нет регистрации. Если у вас есть регистрация, то, соответственно, это общий порядок отправляется по почте. Либо там, если есть ваши данные, вы зарегистрируете в этой единой системе. Если ваш телефон, электронная почта, то суд автоматически будет отправлять на ваш адрес. Если у вас нет регистрации, то раньше мы давали объявление в урядовом курьере, допустим, и в газете «Одейский вести». И считалось, что лицо уведомлено. А теперь это будет публиковаться просто на сайте суда. И в случае, допустим, поиска в гугле, то есть шанс, что вы там, допустим, свою фамилию введете. И сможете найти, что вас там кто-то вызывает в суд. Но так хоть больше шансов, чем... Например, урядовый курьер, я недавно сам пытался купить в этих, в наших киноскорах, нигде он вообще в принципе не продается. А мы суд туда шлет, и мы вызываем сторон через урядовый курьер, у кого нет регистрации. Поэтому это плюс, конечно. И, кстати, в этом всем есть очень позитивный момент, потому что зарегистрировавшись на определенном электронном ресурсе, создав свой электродный кабинет и зарегистрировавшись в этой телекоменационной системе, автоматически система будет направлять вам любые документы. с любой точки страны, с любого суда, где бы что бы не произошло. Потому что у нас есть определенная категория граждан, которые не знают, что по ним принято какое-то решение. По проекту кодекса админсудопроизводства они уже обязывают всех адвокатов оставить электронные адресы, чтобы они получали... А готовы ли вообще судебные системы, допустим, одесские суды, к новым электронным возможностям, которые предоставляет им реформа, поскольку люди, которые привыкли годами работать с бумагами, они сейчас вынуждены работать с аккаунтами, паролями и прочими-прочими IP-технологиями. Готовы ли сейчас на данном этапе? Модельные суды готовы, это те суды, вот эти суды... Мы в таком режиме работаем с 15-го года, мы готовы, в принципе, работаем. А вот другие, там вопрос, ну, организационная... И материально-техническая база. И материально-техническая база, то есть это сервер, там оптоволокно, подготовить сотрудников к этому. То есть, а в рамках всей страны, я не знаю, то есть, насколько я знаю, там это до июля. Ну, потому что ждем все, в ПБТ какой-то суд, да, вот там работает 5 человек в нем, ну что, ну кто? Для того, чтобы вы предлагали в переходных положениях к проектам кодекса прописать, что переходной период от 5 до 10 лет сделать, полного перехода на электронные дела. Ну, вроде как следы должны все перейти, я не знаю, насколько это техническое... Ну, мы ждем переходных положений, потому что там должны прописать конкретно, когда это вступает в силу именно, вот, переход на создание электронного дела и на вот эту информационно-телекомбинационную систему. Касательно материально-технического обеспечения, ну, не все уж так и плохо, да, каждый суд Украины, не только Одесской области, он обладает определенными каналами, правда, недостаточно такой сильной пропускной способности, да, интернет, да, каждый суд отправляется решение в реестр судебных решений, каждый суд имеет сервер, они работают с электронной программой деловодства в судах с 2010 года, с 2011 года введена уже в обязательном порядке, потому что определенные навыки и есть. Но, все-таки, работать с электронным делом, коллега, вот, ну, все звали, добавили. Владимир, мы впереди планеты всех. Хочу сказать, что на сегодняшний день мы зашли до того, что к нам приезжают иностранные делегации, у нас опыт перенимать, как мы с этим работаем. То есть в других странах, в том числе в развитых странах, далеко близко нет того, что на сегодняшний день есть у нас. Пример той же Испании, кстати, все говорят о том, что у нас все плохо, сроки дела волокитятся. Вот я знаю, что дела, которые сейчас поступают в испанские суды, первое слушание означает 2000 на 2020 год. Поэтому, когда нам говорят, что у нас все плохо, я говорю, у нас, поверьте, еще далеко все не так плохо. А вот с Владимиром Дмитриевичем мы, ну, мы, как представитель модельный суд, да, где это внедрялось, и как начальник ТУДСА в этих областях, мы, скорее, как в других странах это реализовано. И там никто не, ну, то есть, насколько я знаю, всего две страны в мире, там, или три страны в мире есть, это очень высокоразвитые в экономическом плане страны смогли полностью отказаться от бумажных дел. В всех остальных странах все равно дело в бумажном виде дублируется, но хранится в архиве суда. А у нас в новых кодексах прописано так, что у нас дело дублироваться не будет. Мы уходим полностью в электронный формат. Пока что, как бы, как это будет реализовано на практике, сложно предположить. Давайте опять о проблемах обывателей. Вот, например, вот, ноу-хау, я так понимаю, вы до эфира сказали, что это не совсем ноу-хау, но, тем не менее, реформа подразумевает платные иски. Истцов обязали вносить нечто вроде залога при подаче в суд, чтобы компенсировать ответчику расходы на адвоката или, там, назначение различных экспертиз в случае его выигрыша. То есть, это, таким образом, отсекает моментально абсурдные какие-то мелочные иски, которые раньше подавались совершенно бесплатно. Сейчас за все придется платить, и поэтому сутяга 200 раз подумает, прежде чем подавать иск к суду. Правильно я понимаю? Давайте вот пояснить. С одной стороны, мне кажется, что и это, и плюс ко всему, государство у нас провозгласило идею в рамках судебной реформы расширения внесудебных способов урегулирования споров. Тот же самый какой-то арбитраж путем переговоров, путем внедрения медиации. Между прочим, сейчас по Украине идет очень широкая кампания по разработке проекта кодекса медиатора, для того, чтобы придать какие-то стандарты деятельности. В Верховной Раде находится проект закона соответствующего. Ну, банально, потому что на сегодня даже нет профессии медиатора, ее не существует. То есть, одну норму в платные иски в судебной реформе предусмотрели, а медиацию пока еще не приняли? Ну, она есть. То есть, будет какой-то провал такой очевидный? Предусмотрено. Плюс ко всему, необходимо же в процессуальные кодексы это вписать в плане того, что если передается возможность урегулирования спором путем медиации, должны останавливаться сроки рассмотрения дела. Там две разные, два основных направления было по медиации. То есть, одно направление, ну, как бы две основные школы медиации в Украине. То есть, одни считают, что медиатором должен быть не судья. То есть, суд приостановляет производство по делу, и дело отдает специалисту-медиатору, который именно готовился к этому. То есть, он как медиатор, он примиритель, по сути, должен стороны помирить. Вот он их мерит, там уступки какие-то взаимные. А другая, вот это другое направление, они считали, что все-таки медиатором должен выступать судья. И победила вот та часть, которая считала, что судья должен быть медиатором. В новых кодексах прописано, что именно судья при рассмотрении дела, если он понимает, что теоретически стороны можно помирить, Он приостановляет производство, там срок не может быть больше месяца И вот месяц он их мирит Мирит, мирит, помирились Заключили они это медиатинное дело То есть все это бесплатно, в отличие от официального обращения Да, но между прочим в других странах прописано в кодексе Что если судья их помирил, то процент определенный Совершенно официально и легально от этой сделки получает Поэтому там у них этих много медиационных соглашений Там судья заинтересован в том, чтобы их помирить А у нас такого нет У нас уже все смеются, знаете, как это будет на практике Судья получает тяжелое дело Которая понимает, что это будет куча жалоб Это очень тяжелые стороны, но морально тяжелые И он поверит, что он тут же начнет их мирить Он скажет, я вас помирю, месяц он их помирит А потом, если в течение месяца этот судья их не помирит То дело передает это рассмотрение другому суде И, в общем-то, таким образом судья избавляется от дела То есть уже все риски, все это прочитали А по поводу того, что вы сказали, что сутяг отсечет Необходимость внесения средств на счет, депозит на счет суда Обеспечит возможные траты ответчика С одной стороны, так вы правы Но с другой стороны, это ведь, насколько дополнительно Доступ к правосудию ограничен То есть для многих людей, я знаю таких людей Я вижу все эти случаи, для многих на сегодняшний день Сократят, вот многие говорят, что уже можно сливать дела Майдана Уже можно сливать дела против беглого экс-президента Януковича Что вот такого рода долгоиграющие расследования После внедрения этой нормы можно будет о них забыть Таким образом, что я имею в виду Уменьшаются сроки расследования дел до трех или до шести месяцев Я так понимаю, что по два-три года теперь расследовать дела Просто по закону нельзя будет Поясните эту норму Это норма говорит Хорошо для вас Нам абсолютно все равно Я как с точки зрения представителя судебной системы Нам все равно Но, знаете, это, кстати, одна из тех поправок Которая была с голоса проголосована С голоса, то есть ее изначально не было в проекте этих законов Это говорит о том, что все дела, которые свыше там шесть А эта норма, которая смягчает ответственность Она будет применяться и к тем уголовным делам Криминальным провадженам, которые на сегодняшний день расследуют Они будут просто закрыты Сейчас вступят в силу этот закон И все эти уголовные производства будут закрыты Потому что они расследуют Это фактически с голоса Я не помню, кто эту поправку предложил Но по сути будет закрыто производство По огромному количеству уголовных дел Которые расследовались свыше шести месяцев Исследователи говорят, что за шесть месяцев Тяжелое уголовное дело расследовать практически невозможно То есть мы не говорим там какие-то простые бытовые преступления Тяжелые экономические преступления За шесть месяцев вы не расследуете Никогда Давайте все-таки подведем итог Да, во-первых, попрошу наших режиссеров Озвучить мне результат нашего интерактивного опроса Который звучал так Вернет ли реформа доверие к судам 18% наших зрителей считают, что реформа вернет доверие к судам И соответственно 72% сомневаются в том, что это доверие будет возвращено В целом давайте оценим Реформа оправдывает ожидания общественности, граждан и судей Которые работали в условиях старого несовершенного законодательства в Украине Мне кажется, что реформа оправдывает ожидания граждан Но я думаю, что не оправдывает ожидания судей Вот это мое мнение Потому что я уже говорил, что очень много нового Очень много непонятного, как оно будет работать Никто еще не знает И мы чувствуем, что реформа направлена на то, чтобы сократить количество дел в судах Сократить количество судей Возможно уменьшить и расходы государства на содержание И в то же время приучить людей мириться друг с другом Не перегружая суды Это правильная идея Но как это будет реализовано на практике И что мы получим в итоге Потому что с другой стороны мы все-таки говорили Что реформа вот этими способами ограничивает доступ к правосудию Поэтому любая реформа должна быть досконально продумана Должна быть изучена Должна еще реформироваться в процессе внедрения Потому что я уверен, что это делалось в очень короткие сроки Это нереально короткие сроки для получения качественного закона Поэтому мое мнение, что еще какое-то время, пару лет будут приниматься изменения Будет нарабатываться практика и законодательство И даже эти процессуальные кодексы еще будут изменяться, изменяться, изменяться Что вы думаете? Ну, цифры голосования говорят за себя Я не думаю, что все настолько плохо Есть, конечно, много минусов, но есть и положительные моменты Я уверен, что в ближайшие несколько лет в эти кодексы будут вноситься сотни поправок Которые будут вызваны самыми насущными практической необходимостью Конечно, с моей точки зрения нужно было больше их проработать Обсудить в более широком кругу спорные моменты Прийти к какому-то общему знаменателю А у нас как-то оно вечно, знаете, с такой скоростью Вот быстрее, вот есть запрос общества, давайте срочно реформировать Но сколько это будет лучше тому же обществу, я не знаю, я сомневаюсь Надеюсь, конечно, все мы надеемся, что будет лучше А время покажет, как оно будет Что вы думаете? Думаю, что, безусловно, были существенные позитивные шаги Тем более, что у нас сейчас должен быть создан Высший антикоррупционный суд Украины Который покажет тоже, в том числе, эффективность борьбы с коррупцией Я думаю, что это тоже будет один из таких важных шагов По возвращению доверия к судебной системе Спасибо, уважаемый эксперт Судьи за то, что пришли и поделились своими соображениями По поводу судебной реформы Точнее, второй ее части, которая была принята парламентом вчера Запроголосовали 234 нардепа В обществе уже обсуждают Кому-то нравится это, кому-то не нравится Не только в обществе, но и на уровне парламентариев Мы тоже следим за этой ситуацией Оставайтесь репортером Спасибо еще раз, счастливо увидимся